В своей жизни я не планировал служить бездомным людям. У меня совсем другие планы были на жизнь. Я планировал строить карьеру, я планировал себя видеть в политике. У меня совсем другие планы. И у меня это очень хорошо получалось, и мне это очень сильно нравилось. Но однажды все пошло не так. Потому что Бог решил изменить мою жизнь. И слава Богу, моя жена усиленно молилась, чтобы я примирился с Богом. И ей пришлось молиться много лет для того, чтобы я однажды просто взывал к Господу. Чтобы я однажды искал лица Его и просил у Него, чтобы Он мне дал шанс исправить все свои ошибки. Чтобы я просто все, что возможно на этой земле, еще можно было бы исправить. И когда тот момент был, когда настал момент, когда я понимал, что у меня семья разрушилась, у меня все, я все потерял, работу потерял, ту карьеру, которую я ее строил, тоже потерялась. И самое страшное, я понимал, что я просто попадаю в ад, и будучи знающим Бога, я тогда просто кричал и взял Господь, дай мне один шанс. И Бог дал мне этот шанс. Бог помиловал меня. Бог восстановил мою семью. Бог все сделал для меня в моей жизни, все новое в тот момент. Но будущее, понимаю, что я буду служить, но не во всяком случае, не бездомным людям. Во всяком случае, не тем людям, которые, они на улице, которые живут не совсем той жизнью, которой я жил на тот момент. Потому что мой круг общения, это были совсем другой круг, ну, другие люди меня окружали. Но у Бога свои планы. Как важно нам быть в тех планах, которые Бог изначально вокруг нас, их просто строит и создает. Очень важно, чтобы мы слышали голоса Божьего и шли за Богом, когда Бог призывает нас. Потому что на самом деле, когда Бог меня призвал, я говорю, Господь, я очень благодарен, что Ты меня спас. Я очень благодарен, что Ты мне дал шанс исправить ошибки. Я очень благодарен, что Ты примирил меня с собой и восстановил мою семью. Но только не этим людям. Я все, на все готов, но только не служить им. Я могу пойти там в горсовет служить. Я могу пойти там служить тем людям, которые меня окружают, богатые люди, друзья. У меня много друзей. Почему именно этим людям? И знаете, Бог мне сказал, послушай, я их люблю не меньше, чем тебя. Я также дал за них свою жизнь. Я также заплатил цену за них. Они имеют право тоже на спасение. И тогда я понимаю, что я дал обет Богу, я дал обещание Господу, что я буду идти за ним и буду делать все возможное. Тогда я сказал, Господь, я ничего не понимаю. Я их вообще не знаю. Я, если честно, их не люблю и вообще больше скажу, я их ненавижу. Как я могу им служить? И Бог сказал, я тебе дам все. Я дам любовь и понимание к этим людям. Я тебе дам сострадание к этим людям. Ты все будешь знать о них. И так началось служение наше. Это 8 лет назад. И первое, что мы, когда мы начали служить, конечно, была моя жена удивлена. Потому что 5 лет она молилась за мое восстановление, за мое примирение с Богом. И она, когда мы примирились, она ожидала, что мы сейчас будем жить вместе. Все у нас будет классно. И будет она жить нормально, как все люди. Потому что, когда мы отдельно жили, был период, она жила с детьми. И мало того, что она 5 лет молилась, но она и не жила так прямо, как бы процветая. И когда мы восстановились, как и мои дети, вот теперь мы будем полноценной семьей. И Бог говорит, нет, оставьте все. Оставьте работу, оставьте бизнес, оставьте все. И просто следуй за мной. И первое, что случилось, начали звонить моей жене. Начали говорить, послушай, вы просто в этом городе умрете с голода. Четверо детей у вас. И как вы будете жить? Она говорит, я не знаю, что вообще он делает. Я не знаю, почему он выбрал такой путь. Но я знаю, что если это от Бога, это все состоится. И я молилась для того, чтобы он служил и посвятил всю свою жизнь Богу. И если Бог его призвал, я не буду ему мешать, а постараюсь ему всячески помогать. Очень важно, чтобы оказались ряда те, которые тебя понимают. Хотя на тот момент, когда я начал это делать, я потерял друзей. Я потерял многих людей, которые меня окружали, понимали. Единственный, кто меня начал понимать, единственный, кто со мной начал соглашаться, это моя жена и двое моих детей, которые им было по 6 и 7 лет. Остальные были очень маленькие. Все, больше никто. Больше никто. Все просто смотрели на меня и думали, наверное, сошел с ума. И многие говорили моей жене, пусть обрати его к психиатру, потому что этот путь, который он избрал, это вас просто введет в погибель. Слава Богу за мою жену. Слава Богу, что она просто еще больше начала молиться за меня. Потому что она понимала, что если я опять уйду в мир, то на этот раз я оттуда уже не выйду. А она начала еще усиленно молиться за меня, чтобы Бог дал мне силы противостоять всем этим испытаниям. Послушайте, когда Бог призывает на служение, по-любому пустыня неизбежна. Когда Господь призвал Христа, он куда с водного крещения, когда он принял, куда он пошел? В пустыню. И если кто-то проходит какую-то пустыню, я одно всегда советую. Для кого-то пустыня 40 дней, а для кого-то пустыня вся жизнь. Вопрос, чем быстрее ты выйдешь с нее, тем легче. Для меня была пустыня не 40 дней. Для меня была пустыня 5 лет. Это было долгих 5 лет. Вы знаете, вот Бог призвал на это служение, но никто меня не признал в этом служении. Никто не верил в том, что я буду делать. Никто не верил, что это все состоится. Но я знал одно, что Бог всегда говорил, я с тобой, я тебя никогда не оставлю. И нам пришлось открыть свою квартиру, которую мы ее снимали, две комнаты и пускать всех бездомных людей через нашу квартиру, потому что это единственное место, где мы могли делать то, что мы хотим это делать. Это единственное место, где мы могли их там служить, говорить о Боге, помыть, почистить, накормить. И они потом уходили опять на улицу. Это уже спустя год, когда мы поняли, что это недостаточно, мы установили в городе палатку во время морозов. Их было очень много бездомных людей. И много людей из них умирало. Мы ее незаконно установили в центральную часть парка возле ЖД вокзана. И мы там просто принимали бездомных, некоторые принимали их домой. А на второй год мы просто решили уже снимать дома, и мы начали там им служить уже, поселять в этих домах. Потому что мы видели, что это недостаточно накормить и просто сеять Слово Божие. А надо еще их просто оттуда изолировать из того общества. И знаете, когда человек, который не был ни наркоманом, ни алкоголиком, и он не жил ни на улице, Бог пропускал меня, чтобы меня признали бездомные люди. Вы знаете, бездомные люди, это не люди, которые наркоманы. Это люди, которые ты должен, если войти, чтобы тебе принимали, признавали, ты должен просто доказывать того, что действительно Бог с тобой, действительно ты их любишь. И все, мне приходилось какие-то экзамены проходить с ними. Когда был один момент, я первый раз думаю, ладно, поживу с ними три дня в подвале, и потом посмотрю, я изучу всю их жизнь. И это недостаточно было. Прошло время, я решил на неделю пойти. Три дня не кушать, это нормально, то есть это возможно. А на следующий раз я решил на неделю пойти. Но третий день я не поел, четвертый день не поел, пятый день, и мне уже было тяжело, потому что тяжелый запах. Это не было как бы, ладно, возьму пост, и не буду кушать, и пойду как раз, я изучу ихнюю жизнь. А там надо было, ну это невозможно там пост брать. Ну я просто не ел, потому что думал, ну это опасно было кушать то, что они ели. И на последний день я сижу, и они там, ну с мусорных бакок собрали, идут, тарелок не было, на картонке вот такие квадратные. Мы в подвале, чтобы понимали, комната где-то 20 квадратов, а в этой 20 квадратах там человек 60, ну особенно когда уже ночь, когда мороз на улице, они штабелем там приходят. И там в углу, там мы собрались, и разговаривал с одним бездомным человеком, у него полщики там гниет, все капает, и он просто кушает, и он говорит, вот ты мне рассказываешь о Боге, ты мне рассказываешь о любви, ты мне рассказываешь о этих вещах, и ты говоришь, что ты меня любишь. Я говорю, да, я тебя люблю, потому что во мне Христос. Он берет и протягивает мне эту тарелку, ну так его можно назвать, и говорит, ну ты любишь меня? Я говорю, да. Я знаю, что ты голодный. Он мне говорит, ты уже столько дней с нами, и ты не кушаешь, я вижу, что ты не кушаешь. Тогда покушай вместе со мной. Ради меня покушай. Это доля секунды. Я говорю, Господи, как мне быть? Я говорю, да нет, только не это. Я все, я и так уже все сделал. Ну что мне еще надо делать? Это были секунды, мгновения, мысленно. Я говорю, Господь, я понимаю, что если я сейчас с ним не покушаю, меня не признают. Я никогда не войду в эту культуру ихнюю. А мне надо было войти. Мне надо, чтобы им нести, потому что это не то, что на улице флайера раздавать, и говорит, Иисус вас любит, придите в церковь или там покайтесь и так далее. Нет, там совсем другая политика, там это не работает. Тебе могут еще этими флайерами по голове дать. И я говорю, убери запах, просто запах убери, чтобы я не призливый, но на тот момент, наверное, все поднялось во мне. Я взял эту вилку и просто вкусил. И в тот момент достаточно. Он просто сказал, все, хорош. Истина в тебе Бог есть. Истина с тобой Бог. И я теперь верю, что ты меня любишь. И все. И после этого это было признание среди бездомных людей, что я тот, который хочу им помочь. Во всем нужно. Бог допускает разные моменты в жизни. Если у кого-то что-то не получается, знай, что не до конца ты еще, как Павел говорит, не до конца вы сражались. Не до крови вы сражались. И во всем нужен процесс. И вот так мы начинали служение именно с бездомными людьми. И разные испытания Бог пропускал. Когда детей обзывали в школе, когда детей просто дети верующих родителей, там, служителей, пастырей, они еще первый год учили у нас в христианской школе. И как дети играются, друг друга выясняют, кем родители занимаются. А у меня еще был тогда первый год, у меня еще был от прошлой жизни хорошая машина, джип. То есть, ну, правда, я на ней возил только бездомных людей. Кожаный салон для работы с бездомными это просто было шик. И как дети играются, начали обзывать моего сына. Там, у вас, у тебя папа такой, у вас церковь такая, твой папа пастором бомжей и так далее. И мой сын пришел со школы и говорит, папа, это правда, что у нас церковь не такая, как у всех? И у нас служение не такое, как у всех? И я смотрю на него и понимаю, это очередное испытание, это очередное, мне надо пройти, я говорю, Господь, как мне быть, чтобы сказать правду? И в тот момент я говорю, да, сынок, это правда, у нас церковь такая, как не у всех. И мы только единственные такие. Но я тебе хочу сказать, придет время, когда ты увидишь, и Бог тебе покажет разницу между служащим и неслужащим. И Бог покажет эту разницу. И мне было обидно в тот момент, думаю, зачем эти дети так все ведут, зачем эти служители так дома обсуждают, чем я занимаюсь, и чем мы занимаемся, чем церковь занимается. И Бог, это очередной экзамен в моей жизни, очередной путь, который мне надо было его пройти. И прошли годы, когда Бог мне показывал руку Божию и отвечал на те просьбы, которые я имел изначально. Но, знаете, первые 4-5 лет, как любой человек, который несет служение, хочет увидеть результат. Хочет увидеть результат своего дела, то, что делает. И я первые годы не видел никакого результата. Мы его брали, мыли, чистили, он через месяц-два опять в болото. И так приходило некоторые по 5 раз, кто-то по 10 раз, кто-то по 20 раз. Самое больше, 28 раз один человек, мы уже его так просто отмечали в календарь. Пришел месяц, побыл опять на улице. Пришел месяц, побыл опять на улице. И каждый раз он приходил, первый раз он пришел с руками, с ногами, потом приходил тот там без пальцев, потом однажды пришел там через где-то 5 раз, раз ногу ампутировали, потом руку ампутировали. И на 28 раз, он говорит, последний раз дайте мне шанс. Я его уже не хотел принимать. Я говорю, Господь, сколько мне еще можно его? Он говорит, в тебе никто не верил. В тебе тоже никто не верил. но я же в тебе поверил, и мы его приняли на 28 раз, и по сей день он в приюте. Вы знаете, очень важно, чтобы мы смотрели именно глазами Божьими на людей, не своими. Вы знаете, у нас находится много оправданий, чтобы просто улизнуть от каких-то поступков, которые в нас нуждаются. И иногда по-человечески у нас есть четкое оправдание. Но я всегда вот за 8 лет Бог учит меня по сей день, что на любую ситуацию мы должны смотреть глазами Христа. Как бы Иисус сделал? Как бы Он поступил? У меня, слава Богу, за мою жену, она в многих вещах меня поправляет. Потому что, на самом деле, я в прошлом был такой человек, который спыльчивый, быстрый, ну, не такой, сейчас немножко помедленнее некоторые вещи делаю. А она всегда меня, нет, давай будем так делать, давай будем вот в этой ситуации так делать. Я иногда просто говорил, слушай, иди сама делай, меня просто, ну, не надо в этом вопросе беспокоить. Поэтому муж и жена это одна плоть, и очень важно, чтобы мы просто друг друга понимали. И слава Богу, что у меня очень благословенная жена, и в многих вещах она мне поддерживала. и по сей день она молится, не останавливаясь. Вот наша семья восстановилась, она начала с первых дней молиться за нас. Она по сей день уже 13-й год, в 6 часов, в 5 там просыпается, за себя молится, потом с 6 до 7 молится за меня, по сей день. Потом идет в церковь и час молится за все служение наше. 13 лет. И она говорит, Федор, я понимаю, в последнее время мне надо еще больше, еще больше усиливаться в молитве. Многие молятся за какую-то ситуацию, решение приходит, и потом, да ладно, все нормально, семья восстановилась, это решилось, и можно порасслабиться. Когда решение приходит, наоборот, надо усиливаться. Она говорит, мне легче было молиться 5 лет и 3 месяца за тебя, чем сейчас с каждым годом и с каждым днем. Почему? Потому что дьявол, чтобы остановить служение, ему надо уничтожить того, который Бог избрал. И он никогда не остановится, у него есть терпение, он может ждать и 10, и 20 лет, и 30 лет, и на 40-е годы он просто возьмет, потому что Библия говорит, венчает, не начало. Многие служители начинают свое служение, но заканчивают очень плохо. Я в последнее время не молюсь никаких нуждов. Слава Богу, я вижу чудеса большие в моей жизни, но я прошу в последнее время мою жену в церкви, Господь, сохрани мое сердце прежнее, как оно было. Прежнее, как оно было. Как бы Бог не поднимал мое служение, как бы Бог не поднимал меня на высоты, я хочу быть прежним, простым. Вот, чтобы не быть, знаете, вот, я когда посмотрю на некоторых служителей, что Бог доверяет им служение, и они уже, как есть пословица, не видят ни землю, ни тебя, никого не видят. Нам надо оставаться прежними, сохранить себя для Христа. Это очень важно. И, знаете, чем мне нравится служение с бездомным? Мне раньше тоже стеснялся, как и мои дети. Я никому не говорил, что я занимаюсь бездомными, потому что меня высмеивали и сложно человеку, который имел определенный статус, а потом раз опускаться с теми, которые их мир не считает за людьми. Но я хочу вам сказать, я горжусь, что я занимаюсь этими людьми. Бог научил меня любить так, как Он любит. И это очень сильное служение тем, что формировывается наше сердце, и проверка проходит в каждый день. Когда тебя на улице встречаешься, знаете, красиво за сценой стоять, тут проповедовать, но есть реальная жизнь. Когда ты выходишь из церкви, и ты идешь по улице, и этот бездомный человек подходит к тебе, и он не привык просто на расстоянии с тобой говорить, потому что, когда мы встречаемся, мы должны друг друга пожать руку. Это в лучшем случае. А еще есть вещи, которые надо просто его обнять. И когда ты идешь просто с какими-то людьми, и в этот момент этот бездомный человек встречается, там не сможешь сказать, слушай, извини, я сейчас с людьми, давай потом подойдешь, ко мне будем говорить. С ними так нельзя. А где нас стоит их оттолкнуть, твои двери закрыты? Они очень искренние люди. Они очень открытые люди. У нас была ситуация такая, у нас была пресс-конференция именно по работе в социальной сфере в городе, и мы вышли возле привоза, нам надо было обойти некоторые точки, где очень низкозащищенные люди, ну, социально. И мы с несколькими пастырями идем просто по-пантелеймоновски, кто-то, если может быть в Одессе, может, знает, это прямо возле привоза. И там очень много бездомных людей. Один пастор подходит до меня и говорит, слушай, Федор, мы сейчас будем идти возле, там будет много бездомных. Давай мы, если даже кто-то подойдет, давай сделай так, чтобы ты на расстоянии с ними, чтобы они не подходили, потому что у нас люди со мной, с нами, журналисты. Ну, понимаешь сам, я так смотрю, думаю, это же не получится. Я ему ничего не говорю, но я внутри понимаю, что мы сейчас пройдем мимо них, и они по-любому ко мне подойдут. Мы идем, издалека там два бездомных человека, они смотрят, и просто на меня там что-то, показывают, и один решил перейти дорогу, и подходит. Я понимаю, что мне надо будет с ними поздороваться, с ними поговорить, спросить, как дела у них. Кто-то, может, захочет меня просто обнять. И он только увидел их, Федор, я же тебя просил. Я говорю, хорошо, ты меня просил, ну ты иди вперед, а я останусь, и наши дороги тут заканчиваются. Нам надо быть всегда готовы на всяком месте и быть открыты и искренне. И все, нам не надо ничего изменить. Нам не надо одевать маску, в церкви мы святые, а на улице мы уже другие. Мы должны быть и в церкви святые, как Слово Божие говорит, мы должны и на улице быть святые. Мы же свет, а там тьма. Где тьма, должен прийти свет. А многие одевают скафандр, и они не могут светить на улице. И они просто ходят в этой тьме и просто страдают и мучаются. Но знаете, проходит время, и много историй есть, которые, их бесконечно можно рассказывать, то, что Бог за эти 8 лет. Но в этом году, когда с каждым годом, с каждым годом мы начали устанавливать и в Одессе, и в других областях палатки пункта обогрева для бездомных людей, мы их начали устанавливать вообще незаконно. Но этим мы потом узаконили. И в этом году у нас была такая интересная встреча перед тем, как уже устанавливать очередные пункты обогрева. И у нас была такая пресс-конференция вместе с начальником МЧС. И он говорит, Федор, ты помнишь, 8 лет как началось все это? Я говорю, да, конечно, помню. Нам пришлось немножко с вами повозиться, дать вам взятку, вы установили эту палатку. И так началось. Он говорит, я хочу тебе кое-что рассказать. И он мне рассказывает, ты знаешь, Федор, вот 8 лет назад ты упорно настаивал на то, чтобы мы установили. И я хочу тебе сказать, слава Богу, что мы это смогли сделать. И в этом году, чтобы ты знал, по всей Украине более 400 палаток пунктов обогрева. Я говорю, слава Богу. Он говорит, ты знаешь, за 8 лет мы провели статистику, более 200 тысяч бездомных людей могли получить помощь. Я говорю, вот это хорошо. И он говорит, ну я тебе хочу, вот как ты думаешь, сколько бездомных людей могло бы умереть? Я говорю, сложно сказать. Он говорит, тысячи. Тысячи могли умереть. Потому что на тот момент, когда мы начинали, за месяц, в пиковые морозы, умирало 30-40 бездомных людей. Только с одного города, то, что мы знали в Одессе. А по всей Украине их очень много. Мы когда начинали служение бездомным людям, на Украине была неофициальная цифра, где-то 70 тысяч бездомных. И за то, что началась война, за эти годы выросло около 200 тысяч бездомных. Слава Богу, что сейчас созданы целые службы, которые работают в этом направлении. Конечно, остановить этот процесс его очень сложно. Потому что экономика у нас очень подшатанная. И об этих людей только три года назад было признание, что эта проблема очень серьезная. И когда мы начали показывать по многому, к большому счастью, могу сказать, обращали внимание СМИ, и в этом году у нас очень было поставлено очень профессиональная работа. И начали много телеканалов освещать эту работу. И однажды мой сын, тот старший, который был обижен теми детьми, он пошел рано, в школу, в понедельник, в один из понедельников, и он зашел в класс, там в классе был полный класс с детьми, там учителя, заучь школы, там директор школы. И начали показывать к нему пальцем, начали на него обращать внимание. Подходит до него директор школы и говорит, я хочу тебе просто пожать руку, хочу тебя обнять. Он говорит, что случилось? Говорит, ничего, все хорошо, но я хочу тебе сказать, что мы гордимся вашей семьей, мы гордимся того, что ты у нас в школе ходишь. Он говорит, почему? Что случилось? Он говорит, то, что делает твой папа, то, что делает ваша семья в городе и по Украине, работая с бездомной, помогая этим людям, это большой поступок. И она обняла его, и у него, естественно, слезы потекли. Он вышел из класса, позвонил мне и говорит, папа, помнишь, 8 лет назад, как я однажды пришел, и меня в школе оскорбили, и ты мне кое-что сказала? Я говорю, да. Он говорит, помнишь, как ты сказал, что Бог покажет разницу между и неслужащий. Я говорю, да, помню. Он говорит, этот день сегодня настал. Вы знаете, я мечтал об этом 8 лет. Я мечтал, чтобы Бог однажды просто показал эту разницу моим детям. Потому что мои дети все свое детство и по сей день самый большой круг общения для них это бездомные люди. и много чего нам пришлось поставить, так как сказано, на жертвенник для того, чтобы быть в воле Божией. И я хотел, чтобы мои дети увидели, что это нужно Богу. Потому что как дети, они тоже много раз мне задавали вопрос, почему папа столько церквей, столько людей и в Украине, и почему только у нас должна быть вот такая аудитория, а почему они так этим не занимаются. И много раз они меня загоняли вопросами как бы в угол. Я не знал, что им ответить. Я говорю, давай папа, будем просто заниматься, будем служить, будем евангелизацию делать. Ну, пусть бездомными по мере возможности. Я говорю, нет папа, я говорю, нет сынок, мы будем служить так, как Бог хочет от нас. Но когда он мне сказал, и он говорит, папа, я горжусь, что ты делал то, что ты считал нужным. Я горжусь, что мы делали именно эту работу. Я горжусь, что ты есть у меня. Он потом даже написал себе там какой-то сетяк, я горжусь, что у меня такой папа. Вы знаете, ну мне надо было 8 лет пройти унижение, какие-то оскорбления, чтобы мои дети просто признали. Это очень сложно, когда тебе никто не признает. Это очень сложно, когда в тебе не верят. И хочешь, когда ладно, люди с мира, когда люди там в тебя не верят и не могут просто быть уверены в том, что ты делаешь это правильно. Но когда тебя и в семья, в тебя сомневается, и только просто жена, она всегда говорила, дети, мы будем молиться. И все, Бог покажет разницу. И она всегда, слава Богу, что она просто их подбадривала, она всегда говорила, мы не будем говорить. Она никогда не опускала авторитет, потому что, знаете, нам пришлось все продать, машину за машиной, там все, что мы имели ценное. Они говорят, папа, а как же мы будем дальше жить? Как же мы будем дальше двигаться? И вы знаете, в этом году мои дети, они служат в церкви. Мои дети, они ходят на собрания. А один из тех парней, я их, к сожалению, я не радуюсь этим, но это есть факт, он ушел в мир, который там оскорблял. Это ребенок одного из пастырей. Очень важно заниматься пастырям воспитанием своим детям дома, а не обсуждать другие семьи. Очень важно нам, как христиан, всем не обсуждать чужие семьи, а заниматься воспитанием и внести ценности Божьи в сердцах этих детей, чтобы они поднялись в новое здоровое поколение, которое будет просто светом в этот мир. И прошло пять лет нашего служения, я молился, я говорю, Господи, когда же настанет время, когда меня хотя бы кто-то со мной будет рядом, кто-то со мной хотя бы будет говорить, хотя бы выслушит меня. И вы знаете, это был тяжелый такой момент, когда не было ни денег, уже средств, тяжелый период, когда я уже думал, все уже закрыто, уже нечего было даже и продавать, нечего было, уже как дальше существоваться, а больше ста человек на тот момент было у меня. Это люди, которые, из них 80% это инвалиды, калеки и так далее. Ты смотришь на них и понимаешь, некоторые, нету ног, нету там рук, здоровое мышление. У кого-то есть руки, есть ноги, он не соображает, что он говорит или что думает. Но Бог их очень сильно любил и он любит по сей день. И вот тогда каким-то образом, это случайно, но вот случайностью у Бога не бывает, я познакомился с Анатолием и он просто начал меня слушать. Просто начал, я с ним рассказывал, может быть, он не до конца все понимал, но это первый человек, который обратил внимание и Бог через него начал просто благоставлять то дело, которое мы ее вели. Бог никогда не опаздывает. Бог приходит вовремя. Даже когда мы его не видим, когда мы видим тупик, он именно тогда всегда, он говорит, я с тобой всегда, я всегда держу тебя и никогда тебя не хочу оставлять и не оставлю. И только тогда я помню, однажды, Анатолий там помог первый раз, мы сделали душевые, у нас был просто барак и днем они жили, то есть как бы убирали кровати, они все на полу, все спали люди, и чтобы не видел хозяин. А там была и церковь, вот как тут немножко уже, и мы стулья убирали, ну днем мы ставили стулья, чтобы когда хозяин придет, увидел, что это церковь. А ночью убирали, закрывали окна, и люди уже жили и спали. По-другому невозможно, потому что мы снимали дома, а сложно было их привезти все на собрание, и мы в одном здании, и потом первое, то, что мы сделали душевые, это хозяин помещения, слушай, а зачем тебе душевые в церкви? Я говорю, душевые для того, чтобы вот бездомный человек придет в воскресенье, нам надо его мыть. Он даже не знал, для чего, что там люди жили. И потом он, когда война началась, он нам дал все помещение, он сам сбежал из Украины, а он говорит, делайте, что хотите. И тогда Бог сказал, начинайте стройку. Я тогда помню, я рассказывал, Анатолий говорит, вот есть возможность. Он говорит, слушай, а как дальше? Ладно, мы ее построим. Я говорю, Богу смотрят. Мне сложно было самому поверить в том, что я говорил, но внутри было желание это сделать. Я знал, Бог давал мне просто конкретно, веру, что это будет большой комплекс, где будут спасаться тысячи, тысячи людей. И мы сделали за три месяца, я помню, я говорил, мы все спустились в подвал, и у нас там церковь была. Там просто, я не знаю, с чем можно тут ассоциировать в Америке. Это подвал, там мусор, бетон, вот так мы там проводили собрание. А наверху мы за два-три месяца, война в стране кипит, все убегают, а мы строим приют. Я хочу сказать, Бог высвобождал. Я только успевал, может быть, Анатолий не хотел уже слышать меня, я говорю, надо то, надо то. Первое, что отправили контейнер с кроватями. Это для нас было ВИП. Те бездомные люди, как маленькие дети, у нас рай на этом, потому что все, ну, спали на бетон, ну, как бы матрас стелили такие, на свалке мы их собирали. А потом кровати такие крутые, что у меня дома даже не было. А потом мы начали делать кухню, потом начали делать комнаты. Я хочу вам сказать, это центр, который поставили оценку им и власти. И один из лучших на Украине центром по работе с бездомным. Сейчас мы работаем в семье областей Украины. И идет рост, и рост. И власти в некоторых областях, в Киеве, буквально перед отъездом, пригласили, они сейчас уже выделяют здание, хотят давать, и для того, чтобы только начинали. Это служение признано одной из лучших на Украине по работе с бездомными людьми. Нас все СМИ ведут. И вы знаете, я хочу сказать, это все слава Богу, только Ему. И если бы однажды я мог бы сказать Господу нет, я благодарю Бога, что я не, я увидел и услышал Его голос. Если бы однажды Анатолий тоже говорили все, не надо с ним иметь дело, не делай этого. Но слава Богу, что среди многих голосов он все-таки услышал Божий голос. И он начал поддерживать. Он практически, все, что там сейчас происходит в Украине, там 80% это все благодаря тому, что тут собрано много денег. Тут собрано кровати, контейнера, помощь. И сейчас в этих областей все, что приходит в гуманитарное, оно раздается четко по записью и делается огромная работа. И это только делаем все вместе. Вы тут собирайте, а мы там раздаем и этим мы прославляем Господа. Огромная работа делается, но это мы делаем вместе. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok